Возникает для них, для украинцев, экзистенциальный тупик, из которого нужно выходить. Я уверен, что далеко не монолитная ситуация на Украине. Да, есть верхушка, да, есть неонацисты, да, есть сильнейшее западное влияние. И сформирован террористический, по сути, режим по отношению, конечно, к своему же населению. Но все-таки уверен, остается много людей, которые пока не могут политически быть некой силой. Но это социальная база для тех, кто рано или поздно придет к осознанию того, что этот конфликт нужно заканчивать. И вот то, что делает Александр Украинский, мне кажется, очень важно для будущего понадобиться. Разговор с украинским обществом, причем жесткий достаточно, но это при этом с отношением к Салим. Вот это важно. Алексей, приветствую вас. Здравствуйте. Алексей, резонансное интервью вышло Александра Георгиевича Лукашенко, украинской журналистки Диане Панченко, где очень много и очень подробно изложены взгляды главы белорусского государства на то, что происходит, на то, что возможно будет происходить в будущем. И, собственно, и на многое пролило света, и на причины, о которых вроде и сказано много, но вместе с тем и из уст главы государства это всегда такая информация ценная. О будущем Украине. Вот прозвучала мысль, что, с одной стороны, Лукашенко часто говорит о том, что нужно остановить кровопролитие без предварительных условий, и это позволит хоть как-то, наверное, сохранить целостность Украины хоть в каком-то виде. В противном случае, что будет дальше, в общем-то, не сильно понятно пока. На ваш взгляд, какие могут быть здесь сценарии? В сценариях может быть несколько, действительно. Первый сценарий, о котором, мне кажется, говорит наш президент, это если вот сейчас остановить боевые действия и начать разговор все-таки о мире, о том, чтобы прийти к какому-то решению, не предусматривающему военные действия, боевые действия. Но он возможен, наверное, только в том случае, если в Киеве появятся, наверное, другие полиции. Потому что эти делают все, чтобы себе закрыть возможности для переговоров, естественно, для мира на Украине. Понятно, что, наверное, это не их личное желание. Существуют те, кто стоит за их спиной. И уже несколько раз, по сути, вот эти переговоры о мире, они срывали. Это ястребы, которые связаны частично с элитами американскими, британскими, польскими. Я думаю, они имеют серьезнейшее влияние на руководство Украины теперешнее. Второй вариант – это если война продолжается. И судя по тому, что ресурс человеческий и иной Украины заканчивается, это значит, что дальше она будет терять все больше и больше территорий. То есть это не только те, которые сейчас в состав России, но это может быть продвижение дальше российской армии на восток. Соответственно, наверняка Польше этот вариант очень не понравится. И они попытаются, ну так сказать, в кавычках, спасти для НАТО, для Запада то, что можно, но, естественно, под своей гидой. То есть произвести мягкую аннексию Украины. И возникает вопрос, а где здесь уже сама Украина? То есть она, по сути, может быть разделена, и как субъекта ее уже может не быть. Соответственно, возникает вопрос, есть ли сейчас на Украине тот субъект, который мог бы хотя бы задуматься о спасении Украины? Президент говорит, что да, такие люди есть, возможно, они есть среди военных, но пока все-таки действительно будущее Украины в тумане. Все зависит, да, от ситуации на фронте, от того, насколько сами украинцы все-таки осознают реальность, ведь они до сих пор думают, что там одержат победу, вернут украченные территории, включая Крым. Но я думаю, что этого не произойдет, а будет постепенная деградация ситуации на фронте для них. Они не достигнут перелома, контрнаступление не станет удачным. Ну, а дальше это постепенное вскатывание к, по сути, безысходности, пониманию того, что, ну, и на Западе это видят, Украина не сможет справиться с теми задачами, которые там ей ставят, ну, и, соответственно, возникает для них, для украинцев, экзистенциальный тупик, из которого нужно выходить. И вот те варианты, о которых я сказал, ну, вот тогда они всерьез и возникнут перед ними. Нужно будет решать самим свою судьбу, попытаться это сделать, если еще такая возможность останется. Самим решать свою судьбу. Вот осталась ли у них, как вы думаете, еще такая возможность? Потому как, ну, потому все, как происходит сейчас, полное ощущение, что если кто-то и скажет стоп этому конфликту, то это точно скажут не в Киеве. И даже если захотят сказать в Киеве, то все равно скажут не в Киеве. К сожалению, да, ситуация дошла до того, что очень сложно говорить о самостоятельности в принятии решений, о некой субъектности, уже не говоря о полноценном суверенитете. Это очевидно. Но вот всегда в таких случаях я бы не списывал со счетов все-таки людей. Сколько раз бывало в истории, когда, казалось бы, ну, все, элиты решили, уже крупные державы все поделили, а тут вмешивается некая сила, которая зарождается, может быть, в народе, или происходит из него, или появляются какие-то политики, которые начинают опираться на иные слои населения, и ситуация меняется. Мы вспомним революции, мы вспомним, ну, какие-то вот такие исторические события, когда к власти приходили люди, ну, которых вот никто не ожидал, да, и никто не думал, что именно они и надолго, причем, станут руководителями Киев-Меленных стран. У меня такая надежда остается, тем более я уверен, что далеко не монолитная ситуация на Украине. Да, есть верхушка, да, есть неонацисты, да, есть сильнейшее западное влияние, и сформирован террористический, по сути, режим по отношению, конечно, к своему же населению. Но все-таки уверен, остается много людей, которые пока не могут политически быть некой силой. Но это социальная база для тех, кто рано или поздно придет к осознанию того, что этот конфликт нужно заканчивать, и Украину хотя бы в каком-то виде можно и нужно спасти. Вот если сойдется, условно говоря, запрос на это, участие элит с народными ожиданиями, шансы Украины есть быть самостоятельной. Да, возможно, вы правы, но мы же наблюдаем историю какую, что Украина, в общем-то, просто стала местом боя. Ее территорию используют, ее людей используют, ее ресурсы, все, которые были, есть еще, возможно, остались, используют и будут использовать против кого? Против России. И Россия, собственно, для американцев не самоцель. У них долгосрочная цель Китай, а Россию просто нужно ослабить максимально. Об этом и президент говорит, и, ну, тут уже, я думаю, что и сами американцы-то не скрывают, это у них в доктринальных документах прописано все. Вот. С этой точки зрения, насколько вот тот самый глаз народа, о котором я тоже много думаю и уверен, что где-то он должен как-то, прозвучать, все-таки сможет проявить себя. Дадут ли ему? Понятно, что сейчас и режим в Киеве, и те, кто Украиной управляет, как внутри, так и извне, сделают все, чтобы этот глаз народа не проявился. Это очевидно. Но с другой стороны, вот возьмем конкретный пример, ту же самую журналистку Диану Пайпенко, да? И мы знаем, как, допустим, изменялись ее взгляды, изменялось ее отношение к тому, что происходит на Украине. И смотрят ее на Украине немало людей. И это значит, что вот шанс на отрезвление, на возвращение в реальность, в принципе, есть у всех, да? Ну, кто уже не запятнал себя кровью, преступлениями, вот этим всем. А люди, обычные, в большинстве своем, они, наверное, все равно пребывают в неком таком коконе. И чем раньше этот кокон разорвать, тем, наверное, для всех будет лучше. Но вот признаки все-таки отрезвления есть. И многие, многие украинские лидеры общественного мнения, да, они, понятно, нужно иногда вырваться из той реальности, в которой они живут. То есть хотя бы посмотреть, что реально творится на Донбассе. Что происходит у нас, и какое реальное у нас отношение к Украине и украинцам. И когда ты это видишь сам, а потом начинаешь транслировать твои аудитории, это, в принципе, неплохое такое терапевтическое средство. Понятно, что в масштабах страны всего этого должно быть гораздо больше. Самое главное, чтобы у людей была возможность свободно свое мнение высказывать, а не так, как там сейчас происходит. Но век интернета, век свободного перетекания информации, я думаю, даже вот эти точечные, единичные примеры, как с Украины Анченко, они будут работать на будущее и на наше позитивное будущее. Я в этом уверен. Именно поэтому, мне кажется, наш президент через украинскую журналисту вот доносит определенный смысл украинцев. Их там, я думаю, услышат и слушают внимательно. С Дианой Панченко мы тоже сделали интервью и обсуждали с ней то, как она видит и чувствует ситуацию внутри, что называется, насколько у нее это есть возможность сейчас для этого. Но, вы знаете, мы говорили много с ней о таком явлении, как ненависть, которую взрастили просто в украинском народе, и ненависть по отношению к России в первую очередь, и прицепом эта ненависть, направленная на нас, на белорусов, хотя вот тут в обоих случаях, наверное, непонятно, не сильно мы понимаем, почему так, но так происходит. Но ненависть такое крайнее чувство, крайнее состояние эмоциональное. И вот, как говорят часто, от любви до ненависти один шаг, но ведь точно такой же короткий шаг и в обратную сторону. Вот на наш взгляд, возможно, что-то такое, что позволит очень быстро сделать этот шаг в обратную сторону. И точно так же, как они, грубо говоря, сейчас в большинстве своем, не говорю, что все, пытаются нас ненавидеть, и тоже, скажу, пытаются нас ненавидеть, произойдет разворот на 180 градусов. Я думаю, это возможно. И примеры им исторически показывают, что так было и не раз. Мы помним, как после освобождения Германии от нацизма восточная ее часть стала, в общем-то, очень верной, надежной союзницей Советского Союза. Мы видели, что произошло с Японией, когда американцы скинули две атомных бомбы, ну а потом Япония стала одной из верных, вернейших союзниц США в Тихоокеанском регионе. Понятно, что с Украиной это особый случай. Здесь близкие, тесные, родственные связи, и травма может ощущаться больнее гораздо. Но с другой стороны, ничего, на мой взгляд, абсолютно прорывающего все связи, ну все-таки не произошло. Потому что, несмотря на войну, несмотря на потери, большие потери, особенно с украинской стороны, мы все понимаем, что вот достаточно уйти в мороку, который информационному, пропагандистскому, такому репрессивному, который держит украинское общество в режиме ненависти, если он уйдет, то начнется очень быстрое исцеление, в том числе вот всех этих травм. Человеческая память, она очень такая специфическая. И если мы выйдем немного в другой режим отношений, то все эти вещи, ну не то, что начнут забываться, они начнут исцеляться, вот эти раны начнут затягиваться. Но понятно, для этого нужно выбить энергию из этого морока, чтобы он перестал охватывать хотя бы такую значительную какую-то часть украинского общества. Да, сейчас это выбивание происходит военными методами, потому что другие как бы уже или ищерпаны, или эффективно не могут быть использованы, но, тем не менее, и у военных методов будут ограничения. Нам все равно придется разговаривать по-другому. И вот то, что делает Александр Указа, мне кажется, очень важно, для будущего понадобится. Разговор с украинским обществом, причем жесткий достаточно, это неуполюкивание, не какое-то затягивание проблем, не замалчивание проблем. Нет, все говорится откровенно, предельно, достаточно жестко, но при этом все-таки сполкивают с отношением как к своим. Вот это важно, потому что, я думаю, вот такое отношение, за не будущее, оно сможет пробить тот морг, о котором я только что сказал. Говоря о военной операции, вот Александр Лукашенко, в общем-то, выразил такую точку зрения, что Россия, по большому счету, уже свои цели, целей своих достигла. Уже нет той украинской армии, которая была перед СВО. То есть, милитаризация, демилитаризация уже по факту-то произошла. Как ее там оформят уже по итогу? Второй вопрос. Произошло уже. Вопрос денационализации. Да, тех самых, наверное, самых ярых и отъявленных, как это часто говорят, такое слово, нациков, их тоже уже, ну, если не всех, то очень многих не стало. То есть, по большому счету, вот если вот это вот принять во внимание, то то, о чем мы сейчас с вами говорим, вот, чтобы этот морг спал, все уже готово. Вот нужен какой-то маленький, вот знаете, как бабочка села на одну чашу весов. Вот это вот, вот что может быть этой бабочкой? Вопрос непростой. Потому что, с одной стороны, да, здесь, если рассуждать рационально, то вот это перемалывание, да, вооруженных сил Украины, перемалывание западной техники, оно вот потихонечку приближает вот этот перевес, да. Может быть, вот лишняя там уничтоженная техника западная, танки, это вот часть этого процесса, да, то есть весы постепенно, постепенно в одну сторону склоняются, и эта сторона, конечно, не в пользу украинского режима. С другой стороны, вот эти настроения, прежде всего, в Америке, да, где относятся ко всему, ценительно считают прибыль, деньги, и они видят, но вот мы вкидываем, вкидываем, да, надеялись на такой результат, на такую прибыль, в стольких процентах, а она, оказывается, не такой. И чем ближе какие-то электоральные кампании, чем больше будут американские политики и граждане задавать вопросы, а вот это вложение в войну, оно вообще выгодно США? Стоит ли продолжать? И тоже общественное мнение потихонечку начинает дрейфовать в сторону того, что, может быть, это не настолько выгодный бизнес, как говорят американцы. Соответственно, то же самое может происходить в общественном мнении Западной Европы и всего. На самой Украине, да, тоже движение к этому возможно из-за осознания того, что цели они не добьются. Победы, о которой они мечтают в том виде, тоже не будет. Вот. Ну а что касается нас, мне кажется, в принципе, в России, тем более, в Беларуси мы готовы разговаривать, но мы помним, чем закончился вот предыдущий раунд в Беларуси, в Стамбуле. Тогда Зеленскому, его команде, просто был приказ прекратить и продолжать войну. Вот. Прошел год, даже больше времени. Никаких серьезных результатов, ввиду переломных у Украины, не достигло. И это тоже приближение к осознанию некой реальности. Что будет вот конкретным каким-то событием, триггером, да, может быть, какой-то удар, который обескровит значительную часть украинской армии. Я думаю, что это возможно. Может быть, приход к власти, ну, может быть, в Америке или где-то в западной Европе политиков более прагматичных, которые, скажем, падают этот мир. Вот что-то такое. Может быть. И мне кажется, это будет достаточно вероятно. Тот самый лозунг «За граница нам поможет», ну, или в данном случае «Запад нам поможет», который, ну, так или иначе применяют в жизни нынешние украинские руководители. Вот мы сейчас говорили о том, что там уже начинают задумываться, а настолько ли это выгодный бизнес в виде вкладывания вот этих безумных средств в эту войну. и, ну, раз уж такие мысли пошли, ну, они просто так не останавливаются. Вот эта вот наивность продолжать говорить, нам там помогут, или это уже хорошая мина при плохой игре и исключительно обман собственного народа, что, несмотря ни на что, нам все равно помогут. Знаете, ну, для тех, кто... Ну, просто, опять же, история, да, вот вы очень часто апеллируете к истории, и я вас тут поддерживаю, потому как история знает массу случаев, которые, как только становится невыгодно, да, в том же Киеве, все уходят. И остаются, и остаются киевляне, и же с ними один на один со своими проблемами. Да, просто нужно понимать, что для тех, кто сейчас управляет в Киеве, это тоже бизнес, только он такой мошеннический, да, то есть они знают, что они не победят, но при этом сознательно обманывают как своих граждан, сограждан, ну, так, собственно, наверное, и многих-многих политиков на Западе, потому что это постоянное выклянчивание все нового и нового оружия, денег, это такая воронка, мне кажется, она затягивает все больше и больше, и когда наступает на все знания, а вот мы-то не можем эти деньги не вернуть, не выполнить обещания, но все равно вот они как такие мошенники-наркоманы, что ли, которые уже втянулись в эту игру, в эту пирамиду, да, они не могут остановиться. В какой-то момент, да, эта пирамида рухнет, и тут уже эти мошенники должны либо сбежать, либо их устранят, ликвидируют за невыполненные обещания, прежде всего, вот западная страна, да, потому что тоже обман там терпеть долго не будут. Но это вот участь, к сожалению, тех, кто возомнил себя великими там лидерами, а в итоге строят такую банальную мошенническую схему, обманывая всех. И, конечно, закончится это плачевно. Вот лично для них просто плачевно. Для них-то, в общем-то, бог с ним, их там чуть-чуть. Ну, давайте так, если по отношению к целой стране и к целому народу. Мы-то с вами думаем больше о людях, о наших с вами родственниках, которые страдают вот из-за этой вот маленькой кучки, которая решила сегодня обмануть и весь мир, и себя, и самое главное, тех самых наших родственников, украинский народ, который называется. Вот им-то каково? От того, что, ну да, там, эти сейчас нагреются. Возможно, даже кто-то и выживет после этого. Где-нибудь там, не знаю, сменит внешность там, все, что может сменить, сменит, где-то поселится. Ну, не знаю, что это за жизнь будет, конечно, но, ну, допустим, такое произойдет. А люди-то останутся у разбитого корыта в любом случае. К сожалению, да, потому что выход для людей в этой ситуации мог бы быть только один. Если бы это была нормальная страна, конечно, менять эту власть и, прежде всего, сделать так, чтобы на земле украинский наступил мир. Но поскольку мы ведем речь о, ну, таком террористическом режиме, жестких репрессий, сейчас это очень сложно. И, конечно, все стихова тем, кто остается все-таки, да, и продолжает, так или иначе, ну, скажем так, борьбу за лучшую долю для Украины. Опять же, повторю, эти люди есть, их немало, даже несмотря на то, что многие выехали, многие погибли во время этих репрессий. Мы прекрасно понимаем, что тысячи людей и пропадали, и пропадают в условиях вот этого режима террористического, который сейчас установлен на Украине. Но, я думаю, вот в глубинном смысле люди, конечно, на Украине осознают, какую ловушку их завели. И чем дальше будет продолжаться эта бессмысленная мясорубка, тем больше таких людей будет. А вопрос, опять же, вот в какой-то момент я уверен, что, ну, не то чтобы там какое-то народное восстание, но будет социальная база для прихода других политиков. Эта база там остается несмотря на футболизм. И наша задача тоже не отталкивать этих людей. Мы должны понимать, что, ну, вот не все там стопроцентно, допустим, хотят быть в составе России. Мы должны понимать, многие не хотят, чтобы отрицали их украинскую идентичность. И вот здесь нужно быть гибким, здесь нужно быть мудрым и сказать, вот мы не претендуем на это. будьте людьми, какими вы сами себе хотите стать. Украина должна все-таки как государство, как некое общество, ну, не таким, террорским, не антибелорусским, антирористским. От этого зависит не только их благосостояние, но и наша безопасность. И поэтому здесь нужно искать причины СУ. Если эти причины будут осознаваться, тогда у нас есть на трезвый, спокойный разговор с другими политиками на Украине. Ну, вот белорусский лидер, как мне кажется, на протяжении всего этого времени, в общем-то, вот эти вот вещи и транслирует. И в надежде как раз на то, что услышат его на Украине. Украинцы, в первую очередь. Потому как, ну, да, в Вашингтонах, в Лондонах, в Парижах, в Москве, в Пекине, где угодно, конечно же, большие вот эти вот фигуры на этой шахматной доске, они продумывают свои ходы. Для них что Украина, что Беларусь отдельно взятая, это, ну, не знаю, очень-очень маленькие фигуры. И тут, если сами эти фигуры, то бишь, и Украина, да и Беларусь, в том числе, не задумывается о своем будущем, то никто в расчет нас брать не будет. Вот важно только, чтобы действительно это сознание, возможно, оно уже приходит, действительно, но чтобы оно как-то еще и смогло трансформироваться в какие-то действия, а не только понимание. Вот и все. Безусловно. Но сначала появляется мысль, осознание, потом появляется слово, и за ним следует действие. Мы сейчас вот хотя бы на уровне проговаривания определенных вещей через украинских журналистов, через обращение к украинской аудитории, мы хотя бы проговариваем определенные слова, говорим, в чем причина была того, что Украина к этому пришла, как из этого можно выйти. и при этом говорит в данном случае белорусский лидер, который был постоянно погружен в проблематику отношений с Украиной все время, с Украиной, с Россией, он говорит не какие-то абстрактные идеи, это все из практики, его как политика и его как лидера государства, которое находится в этом треугольнике между Москвой, Киевом, и важно действительно предлагать определенное решение, проговаривать определенные слова, которые кто-то сейчас не услышит, но затем они могут пробить дорогу в плане действий, в плане реализации, потому что, согласимся, нельзя всех украинцев загонять в какой-то угол. Очень часто слышу, мол, или вы ребята в Россию и русские, либо вы нацисты и, значит, такая, это не совсем правильная, кажется, постановка вопроса. В любом случае, еще раз повторю, Украина фрагментирована во многом, и там есть разные силы, и чем больше групп населения мы охватим какой-то своей повесткой, которую, допустим, обучают Александр Лукашенко, тем лучше, особенно важно, допустим, донести, в том числе на Западной Украине, что польская аннексия, в какой бы форме она была, не была, она не будет спасением и раем для украинцев. И они столкнутся с тем, что может быть давно призабыли, с реальным унижением, с религиозной нетерпимостью и так далее, со всеми прелестями с какого-нибудь 17-го, по всему годину. И в этом смысле я уверен, что и на Западной Украине далеко не все потеряно для нас для проговаривания каких-то вещей и действий в этом ключе. Поэтому здесь важно системно, последовательно, я бы сказал, подвигать, хотя бы с точки зрения Беларуси, вот нашу линию, она достаточно функциональна, с одной стороны, и может быть привлекательной для многих на Украине, это важно. И вот она тоже, на мой взгляд, и дополняет в хорошем смысле такую российскую общую союз. У нас есть своя позиция, у нас есть свое видение. И это может тоже сработать в итоге на общий интерес, на общий так, победу в этой ситуации. Поэтому мне кажется, это очень важное дело, которое мы делаем, обращаясь таким образом к украинцам. Еще об одном событии, которое прошло, скажем так, не сильно распиарено, но, на мой взгляд, незаслуженно. Визит министра обороны Китая в Минск буквально на днях. Там все как-то произошло за закрытыми дверями, но вместе с тем это о чем свидетельствует на ваш взгляд вот такая неблизкий, скажем так, визит этого высокопоставленного, или, как назвал его Лукашенко, главного ньюсмейкера вообще планеты последнего времени. Ну, это говорит о том, что, во-первых, все-таки некое подобие, если не союза и не блоку, то тесного такого партнерского некого объединения от Бреста до Шанхая, может быть, и от Бреста и до Кимьяна, оно формируется. Ведь эти визиты министров обороны, лидеров вот в нашем пространстве все не включаются. Плюс вот на фоне откровенного шантажа поляков, которые заявляли, что Беларусь должна выполнить такие-таки требования и пусть Китай повоздействует, иначе мы перекроем транзит. Заявления звучали. В какой-то степени ведет министр обороны Китая Беларусь ответ поляк. Попробуйте, у нас есть такие аргументы, которые могут вылиться в форме как китайского присутствия на границе с Польшей, с Евросоюзом, так и в форме военно-технического сотрудничества, производства тех или иных видов оружия, в которых мы, например, нуждаемся, в том числе с помощью китайских технологий. Это очень мощный политический сигнал, что, во-первых, не нужно санкажировать ни Беларусь, ни тем более Китай, во-вторых, мы найдем решение, если там начнется блокада континентального транзита, и это решение будет и логистическим, и экономическим, но и военным тоже в плане усиления наших границ с помощью не только Российской Федерации, но еще и Китайской Народной Республики. Поэтому, я думаю, что и мало информации об этом визите, что он может быть чреват очень, скажем так, неприятными впечатлениями для наших западных соседей. Ну что ж, посмотрим, как будет развиваться ситуация. В любом случае, спасибо вам за разговор и за ваше рассуждение. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok